Струкчер веер мутатор для IFL++ Для начала поговорим об актуальности не только самого мутатора, но и самого IFL++ Из-за того, что весь мир зависит от электроники вопрос корректной работы программ стоит в ней на первом месте Нам нужно, чтобы программы работали корректно Однако большая часть написанных программ написанных человеком могут содержать в себе огромное количество ошибок которые нужно как-то искать Мы, конечно, можем пытаться тестировать вручную Однако это займет намного больше времени, чем если бы мы использовали бы файдеры такие, как, например, IFL++ которые имеют достаточно удобный функционал Таким образом мы получим полностью почти полностью автоматизированный процесс и на выходе получим ошибки и данные ввода, которые как раз таки спровоцировали данные ошибки Цель самого проекта понять, как работают файдеры и мутаторы зачем они нужны и как их использовать Помимо этого, основной целью является создание собственного мутатора для IFL++ А если быть точнее StructureAware мутатора StructureAware, то есть мутатор, который будет учитывать грамматику для определенного типа ввода так как изначально IFL не ограничены одним типом ввода и не требует определения грамматики Таким образом, файдеры на основе мутации как правило, проще в настройке и использовании, чем их аналоги на основе поколений, однако отсутствие грамматики ввода также может привести к неэффективному размытию для сложных типов ввода где любая традиционная мутация например, переключение битов приводит к недопустимому вводу отклоненному целевыми API на ранней стадии синтаксического анализа Соответственно, задача разобраться в том, как работают мутаторы и что они из себя представляют попробовать использовать на практике IFL++ разобраться в коде кастомных а если переводить пользовательских мутаторов и написать свой мутатор и улучшать его Код работы Для начала мы изучили документацию IFL++ а также коды кастомных или же пользовательских мутаторов На данном скриншоте приведен пример стандартного мутатора в персистент режиме в том числе на основе которого мы начали создавать свой мутатор Здесь представлен достаточно простой пример Для начала мы как раз-таки попытались на основе примера с предыдущего слайда сделать свой мутатор и протестировать его После написания сборки мы также создали корпус из простых случайных тест-кейсов а именно случайных JSON-файлов и, конечно, протестировали работу мутатора Мы все это тестировали на библиотеке JSON-C с GitHub Ну, соответственно, на скриншоте представлен результат работы мутатора Теперь для наглядности хотелось бы продемонстрировать как это все происходит в действии Вот и запустился, собственно говоря, наш вайдинг Пока что нету ни крашей То есть критической, скажем так, полонки программы Ничего такого На данный момент из-за того, что тест-кейсов у нас достаточно мало Как такового, прям, хорошего результата мы не получим Однако, если увеличить количество тест-кейсов Если, точнее, увеличить наш корпус То мы можем получить результат, конечно же, получше Вот Однако, какой-никакой результат у нас тут имеется В результате работы мы получили простой мутатор В ходе написания которого разобрались Как работают вообще мутаторы Как работают сами фазеры Например, рейпфазер и айфрпресс плюс Ну и как с этим всем нам взаимодействовать Данная тема требует пока что еще более глубокого изучения Поэтому с данными результатами мы намерены продолжить этот проект И в следующем семестре Соответственно, улучшить мутатор Вот И получить лучший результат Собственно говоря, вот QR-код на телеграм-канал Где позже появится ссылка и на гид-кар Где можно будет посмотреть и скачать наш мутатор Ну и где можно будет обратиться с вопросом